здравствуйте сегодня я вам расскажу о грунтах поговорим мы с вами об основных производителях которые в нашем конкурсе когда мы делали эксперимент по поводу грунтов это ролик ссылку на этот ролик я вам дам в комментариях когда вышли два производителя тегер и ламы торф и сегодня вот и уделю им особое внимание я расскажу про всю линейку грунтов которые производит ламы итак условно мы можем поделить этого производителя на шесть видов грунтов первую яркий наверно представитель который мы все знаем это линейка плодородных грунтов которые выращивают для для выращивания за рассады это богатырь условно можем тоже богатыря поделить на три вида грунта это богатырь для плодовых культур для рассады для томатов и перцев и огурцов состав такие вот такого грунта это два вида торфа обязательно содержится песок разрыхлитель доломитовая мука комплексное минеральное удобрение бесхлорное и целая ветвь минеральных микроэлементов это и бор и магний и кальций и железо и цинк то есть большой большой спектр именно минеральных микроэлементов расфасовка плодового грунта грунта для плодовых культур бывает 60 и 10 литров для томатов и перцев 60 литров 10 20 60 литров позволяет вам с легкостью использовать в теплицах то есть размер мешка позволяете использовать в грядках в тепличных то есть очень удобная расфасовка особенно для тех кто занимается большим производством рассады универсальное назначение тоже бывает как для маленьких 5 литровый 10 20 и 60 литровый то есть вот такое вот направление именно для рассады и для для именно для выращивания крепкой здоровой рассады следующая линейка профессиональных грунтов с романтичным названием флорика предназначены для выращивания растений комнатных растений с удобрением пролонгированного действия то есть для цветов это важно когда вам уже точно не придется удобрять его там с какой-то периодичностью а именно вот эти удобрения длительного действия спасут вас именно вот если вдруг забудете или еще что то то есть это очень удобно грунт очень богатый флорику мы можем подразделить тоже на несколько несколько видов то есть производитель опять-таки позаботился и создал для каждого растения свой специализированный грунт и для фиалок это и для кактусов это и для орхидей азалий для пальм и фикусов есть профи универсальный который подходит для выращивания всех комнатных растений но самое интересное вот смотрите если вы например у вас кактус или же какой-то другой не обязательно чтобы этот грунт вы только должны кактус как правило мы можем воспользоваться для любви любых видов суккулентов то есть кактус подходит для всей линейки суккулентов и для других растений у которых схожи по требованиям к почве и по по уходу обязательно читайте что написано на обратной стороне пакета производитель уже позаботился о нас и перечислил все растения которые допустимы могут произрастать в этом данном грунте вот например фиалки мы можем выращивать все бегоневые и розовые то есть понимаете очень удобно очень большой спектр грунтов именно для домашнего цветоводства состав входит два вида торфа верховой низины обязательно содержится мытый речной песок особенно в кактусы добавлено побольше песка то есть с учетом на растение для орхидей добавлен кора то есть с учетом каждого растения внесены какие-то свои компоненты которые подходят именно для этого растения доломитовая мука комплексное минеральное удобрение пролонгированного действия и агроперлит который улучшает структуру почвы то есть делает ее более рыхлой и тем самым способствует повышение благостой благоемкости почвы это для цветоводства тоже важный момент расфасовка как правило для цветочных растений бывает разные от двух с половиной литров минимальный и 5 литров это максимально кто очень удобно следующая ветка это грунты под названием четыре сезона это линейка плодородных грунтов высокого качества которые предназначены как для любителей так и для профессионалов условно можно поделить на 6 подвидов то есть существует у четырех сезонов грунты это хвойная сказка любимые цветы долина роз урожайная грядка универсальный грунт который очень широкого направления изумрудный газон это для как раз предназначен для создания нового газона или починки весенней починки то есть он именно рассчитан для газонов плодовый сад который предназначен именно для выращивания черенков укоренение черенков мульчирование взрослых деревьев внесение плодородного верхнего слоя то есть очень широкого направления и для роддендронов это вот такая линейка грунтов четыре сезона расфасовка этих грунтов тоже бывает разное от 5 литров до 60 что позволяет вам использовать его и больших назначениях то есть когда вы используете когда вам нужно большие мешки и требуется много грунта это очень удобно состав 4 сезонов два вида торфа агроперлит доломитовая мука бесхлорная комплексное бесхлорное минеральное удобрение целая гора опять как я вам говорила микроэлементов которые растениям помимо вот основных азот фосфор калий которые присутствуют во всех видах грунтов это в обязательном порядке то еще добавлен целая куча вот этих вот питательных микроэлементов которые тоже жизнью необходимы растения вы знаете производитель позаботился о нас и на каждый кошелек создал свой вид создал свой вид грунта есть у данного производителя линейка эконом классов грунтов называется он наша дача это тоже самый плодородный грунт в котором составе тоже есть и верховой и низинный торт и разрыхлитель и обязательное содержание азота фосфора калий это присутствует во всех грунтах и премиум класса и эконом класса и содержится еще дополнительно вот в этом у добре в этом грунте удобрения азофоска это вот удобрение эконом класса здесь условно нашу дачу можно поделить на несколько подвидов грунтов это хвойный лес цветочные поляна овощная грядка долина роз садовая просто земля зеленая лужайка и для комнатных растений это все вот наша дать эти грунты могут применять не только любители дачники но также и профессионалы вы знаете даже вот несмотря на то что написано что на них эконом класса состав грунта очень хороший и вот визуально когда вы их открываете увидите что грунт рыхлый без всяких включений то есть не думать что если эконом класс то значит он будет гораздо проще ничего подобного вот именно вот удивительная черта вот данного производителя что несмотря ни на что на название состав грунтов остается приблизительно одинаковый но в цене именно эконом класс конечно он соответствует с его названием расфасовка грунтов у нашей дачи минимальный это 5 литров и заканчивается линейка есть значит 5 10 20 40 40 и 60 литров то есть весь набор какой вам может быть потребуется еще один вид грунтов с названием биопит линейка профессиональных грунтов предназначен для всех видов растений открытых грунтов биопит тоже делится на несколько видов это для газонов для хвойников для родендронов для роз просто профессиональной и для цветов расфасовка данных грунтов может быть от 10 и до 60 литров то есть пожалуйста это профессиональное направление состав грунта биопит это два виды торфа верховой и низинный агроперлит из мыторичный песок мука доломитовая и комплекс минеральных удобрений бесклорных это вот состав грунтов биопит который я вам сказал что подходит для всех видов растений которые перечислил для открытого грунта и самое последнее это наверное самая такая востребованная линейка это линейка торфов для профессиональных для профессионального и любительского использования в данной группе содержатся все виды торф это и верховой это и низинный торт в торф кислый и нейтральный торф верховой нейтрализованный и интересный такой вот еще торфон торфяной субстракт премиум класса который содержит себе удобрение пиджи микс которые тоже очень благоприятно воздействует на растение помимо того что торф сам по себе очень для растения считается деликатесом так еще вот еще обогащен дополнительным минеральным удобрением назначение торфов достаточно большое мы можем использовать или и для повышения рыхлости почвы для укрытия растений для мульчирования для повышения кислотности почвы поэтому обращаем внимание именно вот еще на и на торфяную группу ну в общем то вот все направления компании под по грунтам я вам сегодня рассказала особенно в преддверии посадки растений рассады когда мы начнем сейчас выращивать не только рассаду помидоров огурцов и цветов но еще будем планировать высадку каких-то новых кустов которые мы будем покупать период поэтому вот такая линейка и обзоры и думаю что вам пригодятся оставайтесь с нами и всем пока